Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок! Сегодня с вами я, Пашкевич Анна, и в этом видео я хотела бы поговорить с вами на такую тему, как листья томатов. Для чего они растению нужны, в каком количестве, как часто их удалять и какие основные ошибки мы делаем при удалении листьев томатов. Прежде чем начать свой разговор, нужно бы вспомнить о том, какие основные функции лист совершает для нашего растения. В первую очередь лист является тем органом, в котором запасаются питательные вещества в процессе фотосинтеза, поэтому он питает наше растение. Также очень важная роль у листа в виде отведения газов, транспирации. За счет листьев наши растения дышат, испаряют лишнюю влагу, справляются с той жарой, которая, к сожалению, в последнее время активно нас атакует. Помимо этого, листьями можно дополнительно размножать растения, но не в этом видео. Итак, основные ошибки, которые мы допускаем при удалении листьев томатов. Первая ошибка, она немного с отсылом в прошлое, это удаление листьев томатов сразу после высадки или во время высадки рассады в теплицу. Люди готовят почву, интенсивно ее удобряют, приносят рассаду, считают, что за счет тех листьев, которые они удалили и прикопали стебель дополнительным объемом земли, сформируется дополнительное количество корней. И таким образом растение получит большую площадь питания, большую площадь всасывания и начнет активно развиваться. Так-то оно так, но надо понимать, что пока растение не нарастит порядка 8-9 листьев, оно не начнет ни свисти, ни, соответственно, плодоносить. Поэтому, когда мы удаляем листья, с момента высадки рассады в теплицу, мы автоматически отодвигаем сроки наступления урожая. Вторая и не менее распространенная ошибка, это удаление нижних листьев, которые находятся до первой цветочной кисти, до момента ее созревания. Многие считают, что эти нижние листья, они лежат часто на почве или соприкасаются с ней. Таким образом тянут к себе те инфекции, которые у нас находятся в почве. Выглядят эти листья неэстетично и принимают решение об их удалении. Но, очень важный момент, надо помнить, что первые листья, которые находятся до первой цветочной кисти, они являются теми листьями, которые питают наш орган. Все, что находится выше первой цветочной кисти, до второй, питает первую цветочную кисть. Листья, которые находятся выше второй кисти, до третьей, питают вторую кисть и так далее. То есть, когда мы удаляем нижние листья, мы автоматически лишаем нашего корня питания на первых этапах развития. Первое удаление нижних листьев необходимо начинать только когда зацветает вторая цветочная кисть. И то удалять не все нижние листья, а буквально 2-3. По мере того, как у вас будет наливаться и развиваться первая цветочная кисть, с такими же признаками будет вторая цветочная кисть, вы можете постепенно удалять по одному листу снизу. И к тому моменту, когда у вас первая цветочная кисть уже нальется до 80-90% от той массы плода, которая заявлена у вас производителем на пакете, тогда вы можете уже предпринимать попытки, чтобы полностью очистить первый вот этот вот ярус до первой цветочной кисти, не раньше. Третья ошибка в удалении листьев заключается в том, что мы стараемся очистить наше растение от листвы. Таким образом считаем, что мы увеличиваем вот этот вот воздухогазообмен в теплице. Мы удаляем листья, которые находятся между первым и вторым ярусом. Как бы они находятся еще внизу, растениям они как бы уже не нужны, но это тоже ошибка. По мере того, как у вас будет происходить дозаривание первой кисти, будет происходить наливание и начало созревания второй кисти, вы можете приступать к постепенному удалению листьев между первой и второй кистью. И полностью их удалить уже к моменту того, как вторая кисть у вас будет, например, в стадии молочной спелости или побурения или покраснения. Не раньше, потому что мы лишаем нашего растения питания. Четвертая ошибка в удалении листьев – это удаление верхних листьев. Пока наши растения не доросли до основания теплицы, до крыши теплицы, у нас нет в этом необходимости. Но как только растения начинают упираться в крышу теплицы, все знают, что там конденсат, начинают капать на растения, и начинают люди, овощеводы, огородники прищипывать макушку таким образом, что не оставляют листьев над той цветочной кистью, которая находится непосредственно у крыши нашей теплицы. То есть опять мы лишаем нашего растения, вот этой верхней кисти, лишаем ее питания. Что здесь нужно помнить? Если уже ваше растение дошло до тех пределов, до тех размеров, когда необходимо его прищипнуть, то есть ограничить, остановить его рост, соответственно мы оставляем над цветочной кистью минимум 2 листа, а лучше 3 листа для того, чтобы вот эта вот последняя, самая верхняя цветочная кисть также была обеспечена питанием, также интенсивно налилась и хорошо вызрела. Пятая ошибка, она также связана с листьями верхнего яруса наших растений. Снова же мы заходим в теплицу, видим интенсивные заросли, особенно под крышей. Считаем, что чем больше листьев под крышей, тем больше на них капает конденсат, начинаем прореживать крону, но нужно остановиться. Потому что верхние 5-6 листьев, они являются тем насосом, который испаряет влагу, за счет которого растения дышат, а дыхание это охлаждение. Поэтому, когда мы лишаем растения верхнего яруса листьев, то мы автоматически его обрекаем на то, что оно недоиспаряет ту влагу, недохлаждается, растение некомфортно себя чувствует, входит в состояние стресса, начинает подбивать. Особенно это ярко проявляется в жаркие дни. Поэтому будьте внимательны и лояльны к своим растениям. Надеюсь, что в этом коротком видео я вас убедила не удалять лишний раз и часто листья с томатов, не обрекая их на голод, в прямом смысле этого слова. Прощаюсь с вами. Всего доброго и хороших урожаев!